Когда человек уезжает по политическим причинам, это в определенном смысле всегда поражение. Гавил писал, что тюрьма никакому политику на пользу не идет. Сомнения и эта неуверенность, они, конечно, людей толкают к поддержке режима. Гавил, как мне кажется, никогда не был сторонником языка вражды. Внутри диссидентского движения, в том числе, если какой-то из уроков сейчас не выучен российским обществом, это вот, наверное, именно этот. Привет! Могут ли люди без оружия остановить войну? Зачем вообще нужны ваши усилия, если вы не в силах свергнуть режим, который развязал агрессию? С такими претензиями, я знаю, сейчас сталкиваются многие. И многие в ответ вспоминают Вацлава Гавила, точнее его книгу «Сила бессильных». Сегодня мы говорим о том, чем полезны нам идеи Вацлава Гавила, чем полезен его опыт. С нами автор первой русскоязычной биографии Вацлава Гавила, журналист Иван Беляев. И здесь придется сказать, что в России Иван Беляев признан иностранным агентом, что тоже символично. Прежде чем мы начнем наш разговор, пожалуйста, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал «Опыт свободы». Так вы будете узнавать первыми о наших новых видео и поможете другим зрителям Ютуба узнать о нашем проекте. Иван, здравствуйте. Добрый день. Вы автор книги о Вацлаве Гавиле. И до войны, честно говоря, у меня было ощущение, что Гавил — это такая фигура для престарелых интеллигентов. Но когда война началась, я уже был в Европе, я сел в самолет, и рядом со мной сидел молодой человек, который на английском читал «Силу бессильных Гавила». Что сейчас представляет из себя Гавил для нас, для всех в условиях войны, в условиях репрессий? Сам пример Гавила, как мне, кажется наиболее важен и может быть перенесен на нашу ситуацию в нескольких смыслах. И первый и главный из этих смыслов, тот, в частности, что заложен в силе бессильных, это то, что Гавил называет жизнью в правде и принципиальным отказом от жизни во лжи. То есть первое, с чего следует начинать, и первое, к чему следует стремиться, это максимально честно и открыто говорить о том, что с нами происходит. И второй важный момент заключается в том, что Гавил, хотя мы его, может быть, часто воспринимаем как яркую индивидуальность, как человека, который занимался творчеством, который выступал, может быть, в личном качестве скорее. Мне кажется, Гавил очень высоко ставил такие вещи, как солидарность, как взаимную поддержку в условиях репрессий. И Гавил, как мне кажется, никогда не был сторонником языка вражды, внутри диссидентского движения в том числе. И поэтому диссидентское движение в Чехословакии было достаточно разнообразным. Для Гавила солидарность их действий была важнее, чем рассматривание и анализ противоречий, которых, конечно же, было очень много. И, к сожалению, если какой-то из уроков сейчас не выучен российским обществом, это вот, наверное, именно этот. Потому что, к сожалению, мы видим, что очень много разговоров и очень много споров ведется просто во имя выяснения чьей-то неправоты или, наоборот, утверждения правоты. Ну да, вот был очень поразительный пример, когда телеканал «Дождь» лишали лицензии в Латвии. Вот сейчас его лишили лицензии. Да, там была поводом очень серьезная ошибка ведущего, очень серьезная оговорка ведущего. Но действительно это было просто информационной атакой на телеканал. То, что потом последовало со стороны, в том числе, вполне либерально настроенных людей. Вот в этом смысле как раз это и есть тот самый урок, о котором вы говорите, невыученный урок, когда свои атакуют своих же. Да, безусловно, так и есть. И надо сказать, что если мы перенесемся в исторический момент, который условно называется «Бархатной революцией», то мы увидим, что и в этот момент, в ноябре, в декабре 89-го года, вот это революционное движение, оно было очень широким и очень инклюзивным. И в тот момент, когда шла речь о создании каких-то новых структур власти, сначала совещательных, потом уже тех, которые должны были принимать политические решения, мы увидим, что те люди из старой оппозиции, старого диссидентского движения, тот же Гавил в первую очередь, они были очень открыты для новых людей. Конечно, в них не входили люди максимально дискредитированные, максимально дискредитировавшие самих себя при прежнем режиме. Но то, что там оказывались люди относительно аполитичные, которые вчера, позавчера еще не отмечались какими-то яркими выступлениями, это очевидно. Очень много заметных чешских политиков пришли на этой волне туда, и для них была открыта эта дверь. И опять же, сейчас мы часто упираемся в ситуацию, в которой мы не говорим о том, что нам нужно изолировать настоящих преступников, изолировать людей, активно поддерживающих агрессию. А фактически иногда приходим к теме того, что пускай каждый докажет, что он не преступник и не пособник диктатуры. Пускай каждый, не знаю, вытащит все, что он делал последние 10 лет, не написал ли он неправильный твит, не участвовал ли он в каком-нибудь неправильном проекте. А может быть, он просто молчал, и этого молчания достаточно, чтобы его причислить к коллаборантам. Вот это проблема. Потому что я лично не сомневаюсь в том, что любые преобразования, которые будут в России, они возможны только при условии включения людей. Мы понимаем, наверное, что Захар Прилепин не окажется в числе людей, строящих обновленную Россию, или это как мем прекрасного России будущего. Но есть другие люди. Есть другие люди, которые в нынешней ситуации могут занимать позицию, даже может быть, не всегда симпатичную и не всегда заслуживающую прямого уважения и одобрения. Но, тем не менее, даже это не повод их отталкивать, потому что какое-то будущее все равно необходимо, какое-то будущее все равно будет. И в том числе от нас, может быть, не от каждого из нас напрямую, но в каком-то суммарном виде зависит, кто и как будет в построении этого участвовать. Ну вот вы сами сказали, была у вас такая оговорка, что... Оговорка в хорошем смысле, я имею в виду, что Вацлав Гавил жил в совсем другие времена. Он не жил во время большой, страшной, кровавой войны. В этом смысле должны ли мы как-то делать поправку на войну? Мне кажется, здесь как раз скроется одна из самых сложных проблем, потому что это как раз вот одна из тем, о которых так много спорят и на которых ломается так много копий. В первую очередь, это вопрос идентичности и самоотождествления. Потому что, посмотрите, с одной стороны, в этих спорах моральных очень часто включается какая-то приписываемая идентичность, от которой вроде бы и не избавиться. Когда говорят «мы россияне» или кто-то говорит «вы россияне». И говорят «мы виноваты». Это наша общая вина, это наша общая проблема. Каждый из нас несет свою долю ответственности. Это ответственность общая, это ответственность коррективная. Но потом в какой-то другой ситуации оказывается, например, что слово «наш» применительно к российской армии и не только к армии, может быть, к каким-то другим вещам, оказывается табуированным. И возникают вопросы, как вы можете говорить «наш» про это государство, которое является диктаторским, фашистским и агрессивным. И это колоссальная проблема. В этих общественных спорах все все время переключаются на Вторую мировую войну и начинают друг другу приводить примеры, как мне кажется, как правило, просто некорректные, которые, скорее, запутывают, чем помогают разобраться. Лично мне кажется, все-таки дистанция между режимом и людьми необходима в наших умах. Мы должны ее сохранять. Дело все в том, что пропаганда современная, российская, путинская, она работает более сложно и более изощренно, чем пропаганда социалистических времен. Условно говоря, в Советском Союзе и в странах соцлагеря требовалась определенная доля единомыслия, которое нужно было транслировать вокруг себя, показывать, что ты принадлежишь к этому же мнению, что ты не споришь с ним, что ты лояльный гражданин. Сейчас фактически все устроено совсем не так. Сейчас пропаганда разбрасывает вокруг себя, может быть, дюжину, может быть, два десятка разных сюжетов, разных тем, просто в надежде, что люди поймаются на тот или иной крючок. И в результате действенными в случае каждого конкретного человека могут оказаться 5% этой пропаганды. Но этого достаточно, потому что в этом случае человек хоть во что-то поверил и наоборот хоть в чем-то из каких-то важных вещей усомнился. И он уже думает о том, что ну не все так однозначно, вот они там тоже неправы, там Запад тоже в чем-то против нас. И, соответственно, это сомнение и эта неуверенность, они, конечно, людей толкают к поддержке режима. Очень часто пассивной поддержки. Там не отрефлексированные, не идущие из сердца. Но, тем не менее, по факту это оказывается так. А когда мы пытаемся эту поддержку описать и охарактеризовать как настоящую, как искреннюю, глубинную, ставим знак равенства между 80% населения и правительством, которое ведет эту войну, это, во-первых, ну это на уровне фактов неочевидно. То есть мне кажется, это по-прежнему нуждается в доказательствах и доказательствах более серьезных, чем социологические опросы. А, во-вторых, это, ну, прагматически недальновидно. Когда это происходит, если мы останавливаемся на этом мнении, то что дальше? Вот перед чем мы оказываемся? Мы, в принципе, в принципе, после этого нуждаемся хоть в том, чтобы делать хоть что-то. По-моему, нет. Иван, давайте вернемся к Ватславу Гавилу и к его силе бессильных. Вот там есть такой вообще момент, который, мне кажется, можно применить к людям, которые никуда не уехали, которые остались в России и живут в условиях войны в стране. Ватслав Гавил говорит про владельца лапки, который может либо выйти из жизни во лжи, перестав вывешивать какие-то флаги, перестав ходить на социалистические выборы, на какие-то собрания и вообще услышать таким образом свою совесть, этот протест будет такой попыткой, как пишет Гавил, жить в правде. Насколько это применимо к нынешним россиянам? Потому что, да, мы видели, как буквы Z вывешивают в основном госучреждения и даже их стали убирать уже, да, но реальных таких владельцев лавок, да, так, что я называю, если говорить словами Гавила, которые бы делали это сами, мы не заметили. И в этом, ну, почти не было таких людей. В этом ведь большая разница, наверное, между той реальностью тоталитарной или посттоталитарной, которую описывает Гавил, и той реальностью, которая есть в сегодняшней путинской воюющей России. По большому счёту, более привычный нам из истории и из литературы тоталитарный режим, он проще, и он требует от людей соблюдения гораздо меньшего числа простых ритуалов. И, может быть, отчасти поэтому он в конечном счёте очень легко автоматизируется и потом отбрасывается. То есть, ведь Гавил и в силе бестильных писал о том, что в сущности зеренщик просто выполняет ритуал. Он же сам не считает, что для него очень важно, чтобы пролетарии всех стран соединялись. Он делает это потому, что так стоит делать просто законно послушному гражданину в своей стране. И в ту секунду, когда ему уже не нужно это делать, соответственно, эта надпись его лавки исчезает. И так это произошло, условно говоря, в 89-90-м году. Сейчас мы видим, что на протяжении многих лет путинский режим, хотя он вроде бы по многим своим параметрам был похож на какой-то старый советский, он что-то заимствовал оттуда, тем не менее он продолжал функционировать и работать по совсем другим принципам. Во-первых, он очень мало требовал от людей в плане какого-то деятельного доказывания их лояльности. С одной стороны, мы, конечно, видели каких-то людей, может быть, функционеров среднего звена, или каких-то активисток, может быть, очень идейных учительниц школы, которые пытались что-то доказать, проводили какие-то уроки политической грамотности для детей, не знаю, ругали их за то, что они ходили на митинги Навального и так далее, и так далее. Но в большинстве случаев этого не требовалось. То есть почти всегда, в большинстве случаев, обычный человек, если он сам не политизировался изнутри, то он, по крайней мере, проблем с властями не имел бы, если бы не выступал открыто. То есть, по большому счету, все строилось на очень массовой, повсеместной демобилизации людей. То есть пассивность и аполитичность, мне кажется, абсолютно режим устраивал. И более того, независимо от того, начался ли новый срок Путина, произошла ли аннексия Крыма, завинчивались ли гайки в разные стороны, тем не менее, во всех этих ситуациях оставались очень большие пространства, если не для совершенно свободной и независимой мысли, то, по крайней мере, для того, чтобы часть людей, интеллектуально в том числе, могла себя в них каким-то образом находить. То есть любой человек обнаруживает себя не в камере зарешоченной, а скорее в каком-то большом просторном мешке, в котором он может трепыхаться, и не очень понятно, что ему даст. Вот это трепыхание, оно ничего не меняет. Иван, прямо перед своей смертью Вацлав Гавил в 2011 году оценил как раз то, что было протестом Первой Болотной, и писал о том, что именно апатия, именно какое-то нежелание лезть в политику, это большая угроза для российского общества, для вообще будущего страны. И кроме того, он сказал тогда, написал в «Новой газете», что, собственно, Россия оказалась в самой сложной ситуации, что самая сложная постсоветская, как бы самый сложный постсоветский период у нее, самые серьезные противники у этого общества в лице бывшего КГБ, ФСБ, вот как они называют, возникли. Эта оценка в чем-то помогает нам сегодня? Ведь она, по сути, оказалась верной. Да, она оказалась более чем верной. И, получается, 11 лет спустя мы видим, что те вещи, которые в наибольшей степени привели к 24 февраля, были названы точно. Безусловно, это апатия, безусловно, это неверие в свои силы. И в каком-то смысле вообще судьба того протестного движения, которое вот таким образом напутствовал Гавил перед смертью, она оказалась тоже достаточно печальной в том смысле, что люди, с одной стороны, нашли какие-то общие точки соприкосновения, и какое-то время это давало результат, но затем вот этот энтузиазм пропал, результата не было, и все постепенно пошло по нисходящей. В каком-то смысле похожая ситуация была в Беларуси два года назад, хотя есть некоторые отличия, в том числе там власть гораздо жестче и быстрее отреагировала. Но в каком-то смысле и многообщего, потому что тоже Лукашенко тоже сначала дал выпустить пар на нескольких свободных митингах, и потом уже нанес ответ на удар. Что-то похожее произошло и у нас. То есть сначала такая тактика выжидания, затем репрессии, и постепенно все это расходится в разные стороны. Мне кажется, что большая проблема вообще России в постсоветский период заключалась в том, что, может быть, Россия имела самое смутное представление о том, а что, собственно говоря, она такой и есть. Мне кажется, что в большинстве стран Центральной и Восточной Европы, которые входили в Варшавский договор, в странах Балтии, Южного Кавказа, эти представления были гораздо более четкими, и вот само стремление к построению отдельного независимого национального государства, оно превозмогало все остальные проблемы. Ну, например, я сейчас нахожусь в Грузии. Грузия в 90-е годы прошла через очень серьезные потрясения. Социальные, экономические, вплоть до того, что можно назвать подобием гражданских войн. И, тем не менее, этот период закончился. Период закончился, и страна каким-то образом себя переосмыслила, нашла в новом историческом периоде. Может быть, продолжает искать, как и другие страны тоже. Но, тем не менее, этот вектор развития более понятен. Россия, оставшись в тех границах, которые ей достались в 91-м году, не совсем понимала, а что, собственно говоря, такое эта новая страна, в чем ее цель, смысл ее существования. Это как раз то, о чем Гавил говорил. Может быть, он скорее шутил, но мы сейчас видим о том, что это совсем не шутка. Говоря о том, что одна из проблем и бед России заключается в том, что Россия не знает, где она начинается и где заканчивается. В общем-то, это рисует очень неприглядные перспективы того, куда российское общество заводит война. Причем мы, опять же, в первую очередь, наверное, должны помнить о том, что с другой стороны границы российское правительство несет гораздо большее число бед, страданий и смертей, но по большому счету это разные стороны одной и той же монеты. То есть, это вещь, которая несколько нервно воспринимается часто, когда проговаривается. Люди говорят, россияне тоже жертвы этой войны. Эта война ведется и против россиян тоже. И значительная часть аудитории воспринимает это утверждение в штыки. На самом деле, я прекрасно понимаю, почему. И когда об этом говорим, наверное, не нужно ставить знак равенства. Знак равенства здесь лишний. А вот само признание этого факта, что в конечном счете российское общество не выигрывает ничего от этого. Оно не получает никаких преимуществ, выгод от этого, а получает тоже новые смерти, падение уровня жизни, какую-то новую спираль насилия, которая будет иметь место в наших российских городах. Я думаю, это очевидно. Гавил стал президентом из диссидента. В России мы таких примеров не видели. Может быть, вот то, что у России большие проблемы с тем, куда она идет, что она из себя представляет, чего хочет, как раз связано с тем, что люди с идеями, с нормальными идеями, гуманистическими идеями в политику вообще не попали? Мне кажется, что в Советском Союзе в конце 80-х, когда прошли первые выборы, формировался Верховный Совет, были люди с диссидентским опытом, с диссидентской среды, которые могли сыграть свою роль в политике. Чаще всего в этом случае упоминаются фамилии Сахаров, но здесь есть несколько важных моментов, которые стоит понять. Первый заключается в том, что уже в 89-м году у Сахарова было просто очень плохое здоровье. Любой человек, который включит видеозаписи того времени, увидит, что в это время Андрей Дмитриевич уже просто плохо себя чувствовал и он пытался активно участвовать в политике, но было понятно, что долго это не продлится. Во-вторых, мне кажется, что когда мы сравниваем того же Сахарова с Гавилом, очень заметна разница между их ролью в обществе. Про чешское общество говорят иногда, что оно очень эгалитарно, что в нем представление о равенстве людей чисто бытовом, независимо от образования и профессии очень важно. Мне кажется, что когда мы говорим про Гавила и то, какой поддержкой он пользовался в первые годы своего президентства, это очень хорошо показывает. Хотя Гавил был драматургом и занимался литературным трудом и буквально несколько месяцев своей жизни занимался физической работой, тем не менее он, по крайней мере, на волне своей популярности не воспринимался как какой-то элитарий, заносчивый интеллигент, человек, который не понимает народных проблем и так далее. Мне кажется, сама фигура Сахарова с его вот этим академическим прошлым, научным, она его отличает, может быть, может быть, в несколько невыгодную сторону. И это не значит, что я пытаюсь плохо отозваться о Сахаре, я к нему отношусь с колоссальным уважением, но я скорее говорю о восприятии его образа каким-то потенциальным электоратом, например. Образ Гавила, я много раз уже это замечал, сам по себе очень обаятелен и он, может быть, подталкивает нас как раз к поиску какой-то аналогичной фигуры. То есть, сам этот вопрос, а кто мог бы быть русским Гавилом, я наталкивался на него такое бесчисленное количество раз и иногда иронично, иногда сарказмом, но часто серьезно. И люди пытаются перебирать имена, но это так не сработает. Это же, во-первых, комбинация просто обстоятельств, которые невозможно повторить по щучку пальцев. А кроме того, мне кажется, Гавил, кроме своей личной харизмы, очень большое внимание уделял институтам. Поэтому для него была так важна хартия 77, и он так много говорил о ее ценностях, участвовал в ее распространении и популяризации. Поэтому он такое большое значение придавал Гражданскому фронту, созданному в 89-м году. И вот эти структуры, они, как мне кажется, важнее личностей. То есть в тот момент, когда в России возникнут условия для перемен, и в тот момент, когда в России появятся какие-то дееспособные структуры, которые смогут встроиться в эти перемены и повести их за собой. Я думаю, будут и яркие фигуры, о которых мы уже постфактум будем говорить, что да, они были подходящими людьми и оказались в нужное время в нужном месте. Большие надежды Иван у многих, действительно, довольно большого числа людей, связаны были с Алексеем Навальным, который уже почти два года находится в тюрьме. И вот сейчас, в декабре этого года уже запрошен огромный срок, наверное, когда выйдет наш выпуск, уже будет приговор, Илье Яшину 9 лет буквально за ничто, за так называемые военные фейки. Вот это два лидера, два смелых человека, безусловно. Вот как вы смотрите на их судьбу политическую и человеческую с учетом этого тюремного заключения? Вот Гавил писал, так понимаю, что тюрьма никакому политику, как даже факт биографии, на пользу не идет. Мне кажется, что мы можем при желании вспомнить политиков, политических лидеров, для которых тюремное заключение является очень мощным фактом биографии и, может быть, даже тем, что создало их образ. Наверное, в первую очередь это Нельсон Манделла, то есть сложно назвать более подходящую для такого описания фигуру. в то же время мне кажется, что и Алексей, и Илья совершили очень смелые поступки, которые, как мне кажется, должны были носить и носят в первую очередь символический характер. То есть Навальный легко мог остаться за границей и не приезжать в Россию. Яшин в марте, апреле мог спокойно уехать за границу, я думаю, у него были для этого все возможности и он мог бы сейчас тоже находиться где-то рядом с вами или рядом со мной или в каком-то еще городе. видимо у них обоих символичность этого шага заключалась в том, что человек, претендующий на политическое лидерство должен остаться у себя в стране, чтобы ему не грозило. И если ему грозит политическое преследование, то он должен принять его и справиться с ним и пережить это. Я, честно говоря, надеюсь, что оба они выйдут на свободу гораздо раньше, чем хотелось бы тем, кто их туда посадил. В то же время вот сейчас предсказать заранее, даже опираясь на исторический опыт, как это повлияет на их политические шансы в будущем, мы не знаем. Есть примеры того, как после крушения того или иного режима в первых рядах оказывались люди возвращающиеся из-за границы, например. Есть примеры того, как наоборот, это были именно люди, которые находились в самой стране. Если вернуться к тому же Гавиллу, то мы увидим, что между его последним большим тюремным сроком и собственно революцией и приходом к власти прошло довольно много времени. То есть тот тюремный срок, когда он провел несколько лет в разных тюрьмах, написал этот большой литературный труд, который называется «Письма к Ольге». Собственно говоря, он не был непосредственно каким-то политическим трамплином. Поэтому нам остается только ждать, желать им свободы. Иван, вы уехали из России с началом войны и вы в России признаны иностранным агентом. Как вы сейчас со всем этим живете вообще? Переживаете ли вы то, что называют сейчас кризисом идентичности в эмиграции? Расскажите немного об этом. Вообще мне кажется, что эмиграция личная, политическая, может быть, иногда не хочется пользоваться этим словом, поэтому так популярно слово релокация в этом году, какие-то другие эфемизмы. Ну, давайте просто скажем отъезд. Когда человек уезжает по политическим причинам, это в определенном смысле всегда поражение. необязательно личная человек может в другой стране профессионально, например, реализоваться так, как он бы не смог этого сделать в России. И это поражение не окончательное. То есть за ним могут последовать другие события, которые все поменяют. Но в промежуточном виде и чисто политически это признание проигрыша. То есть люди уезжают, потому что они не справились с теми проблемами, с теми вызовами и с той борьбой, которая у них была в России. Я уехал в значительной степени, чтобы защитить свою работу, чтобы иметь возможность спокойно работать, сидеть за компьютером и не ждать, что мне постучат двери, например. С другой стороны, я продолжаю выполнять требования вот эти нелепые совершенно законы об иностранных агентах, хотя нахожусь не в России, в том числе для того, чтобы иметь возможность быстро в нее вернуться, если что-то произойдет. И больше того, когда мы сейчас обустраиваем эту жизнь, очень много вопросов, насколько это ненадолго, или это на многие годы, или это навсегда. и то, о чем мы с вами говорили, определенная нервозность, враждебность в политической среде, она, мне кажется, отчасти порождается именно этим. Она порождается тем, что люди лишены какой-то почвы под ногами. В каком-то смысле многие из нас были ее лишены и в России. Уже в силу вот этого сужения пространства для жизни, репрессии, непредсказуемости, все это уже было. Но все-таки Россия это Россия. И для многих все-таки это родное пространство, оно свое. И я говорю, конечно, не о режиме, а именно о пространстве семьи, друзей. Иван, большое спасибо за разговор. И мне кажется, что какие-то важные аспекты, связанные и с Гавилом и с теми проблемами, с которыми мы сталкиваемся сегодня, мы смогли обсудить. Спасибо большое. Хочу поблагодарить всех, кто посмотрел это видео целиком. Пожалуйста, поставьте нам лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Так вы будете первыми узнавать о наших новых видео и поможете нам обрести новых зрителей. Они узнают благодаря вашей поддержке о нашем проекте здесь в Ютубе. Меня зовут Артем Филатов. Это был Опыт Свободы. Скоро встретимся снова. Редактор субтитров